у нас сейчас новое видео с новым прибором. это вот такой насос для помпы для замены масла. в коробочку вставлен насос купленный за 3 доллара на алиэкспресс. для замены вставляем трубку. двигатель теплый. что необходимо сделать? нужно снять общую крышку. для какой вот это защитный кожух нужно снять? для какой цели? для того чтобы вытаскивать фильтр. а фильтр мы откручиваем специальным приспособлением. у меня на канале есть видео по изготовлению этого специального ключа для откручивания масляного фильтра. иногда ничем нельзя открутить. кроме как специальный ключ. даже специальные зажимные цепные обламываются. а этот запросто работает. откручиваем. во-первых отсюда должно масло шлиться. во-вторых нам нужно поменять фильтр. поэтому для замены нам нужно купить новое масло. вытягиваем. а здесь оно уже в таком состоянии не очень. так скажем. убираем этот фильтр. будем ставить новый. что еще нужно? как изготовить это устройство тоже есть у меня на канале видео. ну и питается оно у меня есть два варианта. или от блока питания 12 вольт. бывают такие зарядные устройства. например для модема 12 вольтные. и вы запросто можете подключать. но у меня подключается к аккумуляторной батареи. один из вариантов. но есть и в 220 вольт. и сюда в разъем можно вставлять тоже 12 вольт от зарядного устройства. ну и все. теперь что еще нужно? так это посудина. куда мы будем сливать масло. приступаем. включаем. откачиваем. и через горловину заливаем новое масло. собственно и вся процедура. ну сейчас я вычищу. возьму какую-то посудину. вытащу старый фильтр. чтобы не замазать. значит на что я еще хотел обратить ваше внимание. что когда я вот фильтр вытащил. там под фильтром есть такая полость. где остается масло. ну я не знаю. может быть в каких-то автомобилях нет такой полости. ну вот я вымакиваю тряпкой. и ну около 50 грамм. а там такая полость, где застаивается. получается, что там даже может быть какие-то грязные отложения. и я вымакиваю это масло. в принципе, вам на сто никто так заморачиваться не будет. никто не будет вымакивать. в какой-то степени они даже правы. если не вымакивают в том смысле, что волокна тряпки могут остаться там. а это не гуд. ну и вот какое-то количество масла. не знаю. может быть 50-70 масла остается. конечно лучше его выбрать. ну и собственно все. теперь мы можем уже приступить к самой процедуре. процедура простая. вставляю трубку. это просто подобранная трубка пневматическая от пневматических систем. а эта трубка обыкновенная силиконовая трубка из строительного магазина 8 миллиметровая. в принципе, они бывают прозрачные, белые. но почему-то были только синие. в тот момент, когда я хотел купить, собственно, до упора тут оно слышно. упирается и включаем масло. пошло. слышно как оно включилось. он более грубо стал работать. выливаем все масло, что есть. есть разные методы. удачный этот метод или нет. но на СТ на СТ пользуются только таким методом. никто вам поддон откручивать не будет. поэтому это и недорого стоит. включил, выкачал, залил и все. проверяем, что у нас здесь. вот такой струйкой потихонечку оно качается. не быстро. несколько минут это займет. я даже сейчас потом вам скажу за сколько минут я это сделал. сейчас 17.58. полминуты я уже качаю. включил и посмотрим. как закончится, я продолжу видео. итак, прошло 10 минут. насос начал хватать воздух. начал издавать крюкающий звук. здесь уже такой воздух подхватывает. брызгается воздухом. ну собственно все. мы выбрали все масло. вот собственно и вся конструкция. я спрятал его в такой контейнер. для того, чтобы просто подвешивать. здесь есть еще крышка. я оттуда провода прячу. вот так я сделал переходник с одной трубки пневматической. она более жесткая. а это мягкая. какая-то медная трубка подобрал по диаметру. с какой-то антенной от радиопроемника. вот собственно все. замена произведена. еще немножко капает. я подожду. прошло 11 минут. замена произведена вот таким простым способом. на что я еще хотел обратить внимание. сейчас я выключу. чтобы он не тарахтел. на что я хотел обратить внимание. что у меня в комплекте и шло две резинки. одна вот здесь ставится. можете не заморачиваться и иногда кто-то каждый раз не меняет резинки. у меня было 10 минут пока она выкачивалась. одна вот стоит здесь в комплекте. была маленькая резинка и вот сюда большая. я меняю каждый раз. конечно за раз они не изнашиваются уже настолько, что совсем все плохо. я поменял. вот таким образом простым у себя дома. можно запросто поменять. есть сторонники того чтобы открыть защиту поддона, открутить пробку. да действительно такой вариант существует. хуже он или лучше можно спорить. если у вас пробка в нижней части поддона то точно можно спорить. а если она сбоку как у современных двигателей то там все равно какое-то количество масла остается. а я с самого дна собираю все масло. сейчас еще раз включу. поэтому повторяйте. очень недорого в домашних условиях. вы всегда можете когда вам удобно это сделать. поэтому ну и что осталось? осталось теперь открыть заливную горловину. залить сюда необходимое масло. и по щупу проверить чтобы оно было по норме. всего доброго. подписывайтесь на канал. много нового и интересного сможете у меня на канале еще увидеть. очень много. более 150 видео. поэтому смотрите. увидимся на канале. будет ваше соответствием.. бизнес